В общем, у меня такая интересная тема, которую мы с вами уже, может быть, обсуждали. Кто-то новички, не в курсе этого всего. И тема такая больная, животрепещущая, которую мы сейчас обсуждаем на курсе «Сигналы тела». И сигналы тела, многие не понимают, что все наши болезни, боль, что это тело с нами разговаривает. Кто-то это понимает круто, но не до конца. И я хотела на примерах таких самых-самых прям понятных разложить эту ситуацию, любую, которая может возникнуть с болью. К примеру, возьмём боль от того, когда мы засунули руку в костёр. Наша реакция обычно в жизни, когда мы испытываем боль, мы либо пьём таблетки, идём к врачу, заглушаем эту боль, заглушаем сигналы тела. Когда тело пытается нам что-то сказать, мы пытаемся это заглушить. То есть мы не разбираем психосоматику, откуда это возникло, почему-то произошло, потому что мы живём с вами в мышлении того, что внешние обстоятельства на нас влияют, а не потому что мы их творим сами. Многие застряли в том, что болезни возникают ниоткуда, просто так. Вот заболел у меня желудок или голова, это значит на погоду, или я разнервничался, или я потому что не то съел. То есть мы пытаемся все наши болезни ассоциировать с какими-то внешними факторами. Но внешние факторы — это всего лишь следствие того, что у нас в голове. Вот сначала у нас идут какие-то там токсичные мысли, мы делаем что-то не то, идём куда-то не туда, либо мы себя тормозим, вообще никуда не идём. И нам тело просто пытается с такими вот прям, не знаю, для меня уже банальными сигналами через болезнь либо боли рассказать то, что обрати внимание на себя. Что делают люди, когда засунули руку в костёр? Я буду аллегориями такими говорить. Они в первую очередь начинают идти к врачу и говорить, вот у меня болит рука, дайте мне лекарства какие-то. Вот у меня болит голова, какие таблетки мне там выпить. Давайте проведём исследование, откуда эта головная боль, наверное, с шеей проблемы, поэтому пойду я разминать к мануальщику шею, позвонки свои. В общем, мы пытаемся решить это какими-то внешними факторами. Но банально костёр нам сигналит, что высань руку, высань руку с костра, и тогда тебе не будет больно. Вот. И что делает человек? Даже если он понимает, что ему туда лезть не нужно, выпил таблетки, у него дальше мысль такая, теперь я буду избегать боль. Чтобы избегать боль, мне нужно избавиться от костра и больше им никогда не пользоваться, чтобы этого костра в моей жизни не было. То есть это наша самая основная реакция на всё, что причиняет нам боль. Сбежать, избавиться и больше это не трогать. Но костёр нам может дать кров, тепло, еду, поиграть в какие-то игры, попрыгать через костёр. То есть нам этот огонь нужен в лесу, допустим. Либо мы хотим пожарить шашлык или ещё что-то. То есть мы не задумываемся о том, что всё, что у нас в жизни происходит, всё, что вызывает боль, всё, что вызывает болезнь, оно нам нужно. Просто мы не умеем это использовать. То есть мы не пробовали использовать костёр по-другому. В любой ситуации, которая у нас возникает, мы обычно начинаем думать, как от неё избавиться. Как избавиться от денег, которых слишком много, подсознательно избавляемся, привлекая каких-то там мошенников. Либо как избавиться от безденежья, либо как избавиться от человека, которым не надоел. Вот, например, я езжу к маме в гости, она меня раздражает, и я решила, что этот человек просто тянет меня вниз, бесит, заставляет норовоучениями какую-то фигню делать. То есть я хочу, что какое моё желание? Не ездить к маме, потому что она меня достала. Вот, и мы здесь просто начинаем думать так, как отмазаться очередной раз от мамы, как очередной раз оградить себя от поездки к родственникам. Но это то же самое, как говорить, куда деть костёр, чтобы я его больше, блин, в своей жизни не видел. Нам просто нужно научиться пользоваться всем этим, пользоваться теми ситуациями, в которые мы попадаем, когда приезжаем к маме, допустим. Вот. Интересно же её послушать, какие она нам пытается норовоучения дать и просто задаться вопросом, а как это использовать в свою пользу. То есть всё, что с вами бы не случалось, нужно вводить привычку и всё время себе говорить. Интересно, как это использовать себе на пользу. Допустим, вам кот ободрал диван, но вы такие, ай-яй-яй, надо избавиться от кота. Либо надо избавиться от дивана. Либо нужно научить кота это не делать. Либо ещё что-то. То есть у нас мысли всегда, как от этого уйти, как от этого избавиться, как лишить себя того, что даёт нам это какая-то ситуация. Вот. Если мы начнём задавать себе всегда, в любых ситуациях, вопрос, а как это использовать, себе на пользу, на благо, вот, то у нас автоматически будут приходить решения. Но пока мы этот вопрос не задали себе, решения у нас нет. А нет решения, значит, надо от этого избавиться. Вот об этом я и хотела поговорить с вами. По поводу кота. Вот накидайте варианты, если он ободрал нам диван. Как это использовать себе на пользу? Мы можем вспомнить о том, что мы давно хотим сменить этот диван. Ну, что первое в голову приходит. Нам этот диван ещё от прабабушки достался. И он портит настроение мне каждый день своим неповоротливым видом. Он объёмный, большой, громоздкий. Цвет коричневый вызывает эпохондрию, самокопание какое-то и пессимистические какие-то настроения. Пора бы его обновить. Может быть, его заменить на новый диван. Может быть, его обтянуть. Может быть, заняться дрессировкой кошки, что в свою очередь поможет отвлечься от той фигни, которой вы занимаетесь. Потому что мы 90% времени занимаемся фигнёй. И те дела, которые нам нужно срочно доделать, на самом деле вообще нафиг нам не нужны. Мы всегда можем использовать всё на пользу. Допустим, мы хотим избавиться от критики. Нас критикуют. Но если мы обращаем внимание на критику и спрашиваем, а как эту критику можно, допустим, использовать себе на пользу, то сразу будет ответ, что в этот момент, по крайней мере, ты обратил внимание на себя. И дальше, а что интересно в этой критике? Например, моя мама критикует, не моя мама, просто моя мама критикует богатых людей. Значит, где-то я подсознательно тоже, возможно, не принимаю богатство. Как использовать богатство во благо? Просто придумать способ использования и всё. Пускай это откладывается в моих нейронных связях и в подсознании. Просто как это использовать? Либо мама критикует жадных людей. Интересно, как использовать жадность? То есть всё, что нам не нравится, всё, что мы отрицаем, это то, что нам не хватает добрать в себе и использовать во благо, как талант. то есть все наши таланты, можно сказать, это непризнанные, непризнанные недостатки. То есть у нас талантов много, но мы ими не пользуемся, потому что считаем их недостатками. То есть всё, что нам не достаёт, это как раз-таки возможность через вот все эти сигналы увидеть, что нам не хватает для использования. Для каждого нашего желания нам нужна куча ресурсов. И ресурсы в вашей голове обычно это только деньги. Но любое желание можно достичь другими способами и ресурсами. И вот все эти ресурсы лежат в тех видных местах, которые мы, блин, каждый день наблюдаем, но не видим, вот смотрим в книгу, увидим фигу. То есть нам люди всегда намекают на том, что смотри, всё, что тебя раздражает, всё, что тебе не нравится, попробуй увидеть, как это использовать, и это будет твой ресурс. И если вы крутите в голове какое-то желание, которое не можете никак исполнить, значит, вам не хватает для этого каких-то ресурсов. А эти ресурсы сразу же приходят в вашу жизнь. Но они приходят не в том чистом виде, что вот на тебе денег, иди возьми, купи. Или приходит человек и говорит, «Иди, вот я тебе бесплатно дам». Ресурсы приходят в виде каких-то талантов, которые вы можете использовать для того, чтобы решить вопрос или добиться какой-то цели или какого-то желания. Ресурсы в нашем мышлении, ресурсы в наших взглядах, ресурсы во всём, что мы отрицаем. и наши болезни возвращаемся, наша боль нам показывает, что мы не пользуемся тем ресурсом, пытаемся либо его отрицать, либо пользуемся им не так. Ну, то есть, вообще не так. Про жадность начала говорить и ушла в сторону. Вот мама критикует жадность. Надо маму, во-первых, похвалить за критику. Блин, мамочка, спасибо, что ты мне показала, что я не вижу в себе ресурса жадности. Если она настойчиво пытается обратить внимание на это, значит, вам не хватает этого ресурса. Жадность до знаний. Жадность это просто энергия. Жадность это интерес познать, вобрать в себя. Жадность до интереса даже. Жадность до радости, жадность до эмоций, жадность до жизни, жадность до ещё чего-то. У меня нету какого-то там лишнего органа, там, почки, чтобы отдать другому почку. Мне тоже она нужна. То есть, я жадный, не отдам свои органы, к примеру. Либо я жадный, не отдам то, что я ещё сам для себя недостаточно использовала. Сын разговаривает матами, раздражает. Что такое мат? Значит, вы не позволяете себе сильные какие-то слова использовать для разрушения. Ну, мат же разрушает нейронные связи. Вам бы тоже научиться как ресурсы использовать и посылать проблемы. Пошли вы в 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 стоит какой-то человек. Послали его и всё, иди в жопу, не хочу тебя видеть. Понятно, мы его там сейчас отрицаем, но в данный момент он просто сосёт мою энергию. Я его послала, но я тут же понимаю, что я просто освободила время на себе, время подумать сама с собой, чтобы он мне не надоедал, но всё равно я к нему приду, вернусь, скажу, чувак, я пошутила, тра-та-та, но я себе освободила хотя бы пять минут времени для того, чтобы подумать, почему я его послала. Ну, как минимум, потому что пока он мне будет раздражать, я ещё хрен в этом раздражении там что-то разберусь. Я не могу разобраться, если меня всё раздражает, разобраться в себе спокойно. Мне нужно сначала разорвать эти связи, потом вернуться и уже там посмотреть, что он мне там говорил. Ну, это экстренная мера. но я посылаю матами свои проблемы, вспоминаю сразу то, что это никакие не проблемы, это просто задачи, на которые нужно обратить внимание. Вот, то есть всё, что вам не нравится, всё, что вы отрицаете, это ваши ресурсы, это всё, что не достаёт вам попробовать по-новому использовать. если мы будем, ну, вот это всё отрицать, мы не добьёмся ни желаний, ни каких-то своих проявлений, мы мало что можем сделать в жизни без всех этих ресурсов, которые не хватают. По поводу вопроса, что я боюсь увольнения, для чего мне это? Ну, чтобы не увольняться, посмотреть в работе какой кайф, зачем я вообще изначально туда пришла. Если я изначально пришла временно получить хоть что-то, то пора уже, наверное, менять работу и идти дальше. А если я туда пришла ради удовольствия, то попробовать вспомнить эти удовольствия от работы и начать их получать уже как минимум. Ну, со страхами нужно разбираться там по-другому. Обычно мы сейчас говорим то, что не нравится и раздражает. Каждый миг нам о чём-то напоминает. Вот боль нам напоминает о том, что мы неправильно думаем о чём-то, тормозим идти что-то делать, либо виним себя, что мы вообще что-то делаем, не верим в себя и не понимаем, что каждый миг лучший вариант вообще жизни, который может быть все остальные тупики эволюции. То есть я не могла поступить так, как поступила по-другому. То есть всё, что было сделано в прошлом, уже там не то, что не вернуть, а нельзя изменить. Нельзя изменить не потому, что ты в настоящем, а даже если ты вернулся в прошлое, ты бы сделал то же самое. Потому что по-другому в этих вариантах событий нельзя было поступить. Поэтому винить себя вообще бесполезно. И каждый орган отвечает за определённые какие-то мысли. Здесь очень легко разбираться в этом. Допустим, глаза не видят. Что делать? Дальнозоркость, либо близорукость. Дальнозоркость это когда ты не видишь вблизи, и когда ты не видишь вдали. Значит, мы задаём себе вопрос, что я не хочу видеть перед носом, что у меня творится? И что я не хочу видеть вокруг себя? То есть зрение за ненадобностью оно падает, потому что нам оно не нужно, мы им не пользуемся, мы не смотрим, что у меня под носом творится. То есть мы не хотим принимать ситуации такими, какие они есть, такими, какие мы создаём сами, своими же собственными желаниями, и получить для этого какой-то опыт. Мы это не признаём, хотим изменить, и стараемся отмахнуться от всех проблем, стараемся их не замечать, вот падает зрение. Близорукость это когда ты вблизи, получается, только хорошо видишь перед носом, а картину в целом не можешь видеть. такие люди, такие люди в основном очень критичны к себе, такие люди очень сильно топят за свою правду, они видят только одну часть правды, всегда что-то доказывают другим, то есть они не хотят видеть картину целиком, поэтому у них близорукость. Глаза косят, вот я всё это разбирала в сторис, когда ты там, например, раскоса, в сторону, то есть мы с оглядкой на других, на обстоятельства, что там подумают, а правильно я делаю или нет, смотрим с оглядкой, вот, то есть не признаём в себе силу, что мы вольны выбирать и делать то, что мы хотим, а нам надо, блин, на Микки Мамосов обращать внимание, либо глаза косят к носу, это значит, что мы сконцентрированы опять же, вот то, что вот здесь вот происходит, да, и не хотим опять картину эту рассматривать, то есть сигналы тела нам говорят о том, что обрати внимание вот на тот орган, который отвечает, да, за что-то в организме, посмотри, как в жизни этот орган может проявляться, как будто этот орган ты, допустим, если ты глаза, да, то что ты не хочешь видеть, если ты печень, то что ты не хочешь фильтровать в жизни, если ты сердце, то почему ты не хочешь этот мир любить там у себя, если ты там, у тебя травма руки, значит, ты рука, представь себя рукой и подумай, что я не хочу делать, если я нога, то есть, я представляю себя ногой, у меня она там поломалась, я её ударила или ещё что-то, я представляю себя ногой, куда я не хочу идти, куда я не хочу ступать, да, куда я повернула не туда, то есть, мы себе всегда задаём вопросы, представьте себя любым органом, который у вас больной, без всякой психосоматики в интернете, и можете посмотреть функцию органов каких-то заболеваний там в интернете, именно не психосоматику, представьте себя этой болезнью, представьте себя этим органом и просто спросите, а что я не хочу делать, да, почему я поломался, почему я не выполняю свою функцию в этой жизни, если у меня там болит лёгкие, да, которые тоже отвечают за дыхание, функцию у лёгких можно хорошо рассмотреть в интернете, почитать биологию, вот, и подумать, как я в жизни так же поступаю, как эти лёгкие, то есть, представьте себя любым органом, для чего там нам нужны волосы, да, для чего нам нужна кожа, представьте себя кожей, если я связующая между внешним и внутренним, да, и над кожей мне сигнали там какими-то болезнями, неважно уже там от акне, заканчивая каким-то там псориазом, ожогами в моменте, да, порезами, да, чем угодно, то опять же получается моё внешнее не соответствует внутреннему, чего-то я себе подавила, пытаюсь на это обратить внимание на кожу, то есть на связь между внешним и внутренним, пытаюсь, если нос, там слизь, горло или ещё что-то, опять же, что я не хочу чувствовать, что я не хочу говорить, кашель, что я не договорила, да, что я не могу выключить в своём сознании, что я не могу выпустить и сказать, чихаю там, подтверждаю себе много раз на то, что я не могу никак обратить внимание и привлекаю таким образом к себе внимание. То есть смотрите в интернете, как работают наши внутренние органы, представьте себя им, это вот такая очень лёгкая подсказка, и вы сразу начнёте понимать, да, что я творю в этой жизни не так. Точно так же зубы, книга у меня есть про зубы, очень интересная, там столько всего, не знаю, не хватит там пяти часов её пересказать. Зубы самый крепкий материал в организме, самый крепкий, представляете, этот крепкий материал начинает разрушаться. Вот представьте себя самым крепким материалом, почему бы вы, почему вы разрушаетесь. Так, раздражает волосы у других, если они закрывают лицо. Вот, короче, скажите, пожалуйста, наверное, такой вопрос надо задать себе, а что именно мне не нравится, что закрывает лицо, я их плохо вижу или что, ну, то есть, не могу разглядеть их глаза, чем именно, волосы, волосы, лицо и лицо, какая разница, где они находятся. Вот спросите себя, что именно меня раздражает в этом. Вот, отсюда уже можно задать себе вопрос, как это использовать себе во благо, да, как это использовать, чтобы было классно. хон, мое, что я нижнюю, лицо, Продолжение следует...